Приветствуем вас из столицы нашей громадной, прекрасной республики Саха-Якутия, город Якутск. С вами передача «Якутск. Сегодня». Мы работаем в прямом эфире. Режиссер Мария Сунхалырова, редактор Николай Слепцов-Айдын, и я у микрофона, приглашенный ведущий Юрий Семенов, руководитель Николаев-центра библиотеки архива первого президента нашей республики. И сегодня мы, в нашей студии, говорим о науке Якутск, научная столица Дальнего Востока, один из городов за Уралом, который имеет такой огромный научный потенциал нашей республики. У нас сегодня в гостях. Разрешите представить Варвара Васильевна Филиппова, кандидат филологических наук, руководитель отдела энциклопедистики Академии наук республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Приветствую вас. Кондакова Саяна Васильевна, ведущий специалист информационно-аналитического отдела Департамента науки и инноваций Колыбель Якутской интеллигенции Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Мозова. Приветствую вас. Добрый день. И Иван Иванович Христофоров, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института мерзлодоведния имени Павла Ивановича Мельникова, Сибирского отделения Российской Академии наук, председатель Совета молодых ученых Республик Саха-Якутия. Иван Иванович, приветствую вас. Добрый день. Мы, прежде чем начать, хотели бы затронуть такую большую тему, о которой недавно говорила вся Россия. Это третий конгресс молодых ученых России с международным участием. И вот мы, все, кто сидит в этой студии в том числе, буквально принимали участие в этом конгрессе. Это большое событие, это большая честь для якутской науки, для молодых ученых Якутии, потому что мы были приглашены, мы выступали в этой конференции, конечно, увидели очень много интересных и лекций, и семинаров. Вот немножко, наверное, сначала, Варвара Васильевна, вам, да? О конгрессе расскажите, что это за площадка, кого туда приглашают, о чем там говорят? Добрый день еще раз. На третьем конгрессе молодых ученых приняли участие более 5000 человек. Это огромное число молодых ученых, это в том числе и студенты, и аспиранты, молодые ученые до 39 лет, руководители ведущих научных учреждений, университетов нашей России. Иван Иванович, как можно дополнить? Ну, в целом, я могу сказать, что это завершающий обычный год мероприятия, в котором проходит огромное количество мероприятий. Вот я могу сказать, по программе параллельно проходило более 10 площадок, где собирается и совет по науке, и наш глава государства встречается с молодыми учеными. То есть там очень много, и нужно строить свою траекторию посещения мероприятий, потому что очень много интересных мероприятий, все посетить невозможно. Также, кроме, вот как вы сказали, туда приглашается еще и руководитель научных, грантов Российского научного фонда, и отдельно там есть по программе лидеров России, трек наука тоже приглашает и обсуждает некоторые там направления, которые можно было бы провести в Российской Федерации. В целом мероприятия очень, на мой взгляд, важны по двум аспектам. Первое — это чисто наука, то есть определение приоритетов и так далее. Второе — это именно как популяризация науки. То есть идут те студенты, которые занимаются наукой, те аспиранты, которые уже пишут диссертацию, приезжают туда, видят. Это как мотивация, огромная мотивация. И многие ребята, многие инициативы, идеи, которые были высказаны в первом, во втором конгрессе, они уже реализованы. И я думаю, мы сегодня как раз часть из них расскажем. То есть это удивительная площадка диалога. Кстати, показывают фотографии. Наши телезрители имеют возможность увидеть, так скажем, с полей третьего конгресса, как это происходило, кто принимал участие с Якутии. И, Варвара Васильевна, продолжая то, что Вы сказали, вот Вам непосредственно, лично, что больше всего понравилось, в каких площадках Вы принимали участие? Да. Значит, в конгрессе вообще было более 157 мероприятий. И действительно, как сказал Иван Иванович, невозможно было физически всё посетить. Но мы посетили выставку, очень такая основательная научная выставка, РАН, выставка, допустим, Сбербанка, тоже научные технологии. Это было всё очень интересно. И обширная выставка научно-образовательных центров мирового уровня была представлена. Мне лично вот заинтересовала меня гуманитарная сфера, да? Это изучение детства. Спикеры, в том числе и Вы, Юрий Иванович, очень интересно подробно выступили о своих исследованиях, научных разработках, которые сейчас ведутся. И отрадно было посетить гуманитарную сферу. Это гуманитарно-социальное направление, где сказали о том, что всё-таки учёный в настоящее время является лидером общественного мнения, одним из тех, кто популяризирует науку для населения. Поэтому вот эта идея мне очень понравилась. И данную идею, думаю, буду преследовать и дальше. В том числе и научное волонтёрство. Научное волонтёрство, да. Это очень актуальная сфера в наше время. Про научное волонтёрство я могу, в принципе, и много говорить. Это то, что было исторически заложено во всех нас. Это лекции учёных, это научные консультации. Всё это является научным волонтёрством. А вот со своей стороны, так как являюсь руководителем отдела энциклопедистики, скажу, что научное волонтёрство сразу же после Конгресса, вот для меня это стало мотивацией для дальнейшей работы, мы ввели для работы сайта электронной энциклопедии Якутии. Да, это очень интересно. Тем более мы в рамках 30-летия Академии НОГ презентовали нашу первую версию электронной энциклопедии Якутии, с чем я ещё раз сердечно поздравляю Академию. Ваш отдел, лично вас, Варвара Васильевна. Ну, я хочу перейти к Саяне Васильевне, наш громадный университет с большим потенциалом. Как представил себя на третьем конгрессе, что вы увидели, кто принимал участие? В этом году на конгресс молодых учёных Северо-Восточный федеральный университет принял участие с делегацией из 8 человек. Это у нас, получается, 3 молодых учёных, 3 аспиранта и 2 члена Совета молодых учёных нашего университета. Так, ну, Совет молодых учёных нашего университета постоянно, получается, действующий коллегиальный орган, который состоит из представителей молодых учёных. Там у нас состоят аспиранты, молодые учёные, да, молодые докторанты. И наш совет, как один из Советов молодых учёных республики, Мы входим в региональный совет, который относится к дальневосточному региону, федеральному округу. И вот мы как с нашим директором Нинейей Васильевной участвовали как именно члены Совета молодых ученых. И наш университет, три наших молодых ученых, которые поехали с нами, они на площадке дирекции стенда научно-образовательного центра НОЦСЕВЕР представили свои разработки. Там у нас получаются прикладные разработки нашего университета. Здесь были представлены разработка лаборатории медицинских биотехнологий и разработка лаборатории полимерной композиты для Севера. Да, это очень такие интересные работки. Иван Петрович Троев очень много рассказывал, показывал его разработки по, если не ошибаюсь, грубо скажу, по искусственной печени. Вот в этой области Иван Петрович работает. Это очень большая, на самом деле, фундаментальная работа. У него модель биологического контраэкстракорпоральной плазмофильтрации. И вот остальные, которые у нас полимершики показали, ну, представили резинотехнические изделия. Это, получается, уплотнительные колеца, пыльники, амортизационные втулки и другое. Да, это очень тоже прикладная, на самом деле, часть нашей науки, потому что именно, как показывают исследования, крупные компании, добывающие золото, алмазодобывающие компании, их огромное оборудование в наших холодах, именно 40% ломается в том числе из-за того, что уплотнитель ломается. Иван Иванович, вот вы сказали, что такая площадка дает возможность не просто диалога ученых между собой, посмотреть, как нашего же возраста ребята, молодые ребята показывают удивительные достижения своего ума и таланта в области науки. Но это и возможность еще поговорить, сказать свои чаяния перед органами государственной власти. Вы, Иван Иванович, как председатель Совета молодых ученых республики, очень много благодаря вам, вашей команде, совета, благодаря диалогу достигли, кстати, дали нам большие возможности поддержки и регионы, и России. И вот сегодня для тех, кто хочет заниматься наукой, для тех, кто думает этим заниматься, какие меры поддержки есть именно молодых ученых? Да, я на ваш вопрос отвечу по двум направлениям. Первое, это действительно Конгресс является уникальной площадкой для диалога. И второе, это касательно уже какие поддержки меры есть. Меры поддержки у нас есть в республике и в округе, в Дальнем Восточном округе. По первой части, конечно, я могу сказать, во-первых, что участниками в этом году было уникальное событие с точки зрения привлечения участников Конгресса, потому что она была открытая и она была в заявительном порядке. То есть не было никаких квотирований для регионов, для республики и так далее. Люди подавали, и многие не получили вызов, то есть приглашение. Даже не получали руководители грантов РНФ, не получали приглашение. Поэтому то, что провел отбор, это чисто Росконгресс определял приглашенных. И та команда, которая попала, число делегатов от республики, которые пришли, они прошли отбор Росконгресса. То есть они либо привлекли что-то новое, новые знания в Конгресс для взаимодействия, либо представляют, действительно отражают науку, действительную науку, которая происходит, ну, которая есть у нас в республике. Касательно взаимодействия, мне удалось встретиться с замминистра Миноборнауки Российской Федерации Секиринским. Мы поговорили о Ассоциации геокриологов России. Я возглавляю рабочую группу для создания вот такой ассоциации в России. Она очень важна, нужна, потому что по известным событиям, значит, у нас некоторое сотрудничество с международным, она, ну, отошла. И поэтому выяснилось, что российская дивизия, которая в Международной Ассоциации геокриологов была, она как бы осталась немножко без координации. И мы совместно с Московским госуниверситетом Институтом Кресиферы Земли, Институтом Мирозатория и многим другим институтом, включая НИОСП Керцеванов, который занимается как раз строительными нормами и так далее, на конференции в МГУ в прошлом году осознали это. Ну, я выступил с такой инициативой создать в России такую ассоциацию. Если как бы это будет, потом можно будет просто Russian Division туда включить. Для координации, консолидации знаний, потому что Арктика, Север, сейчас аккредитозона, устойчивость данных сооружений, это очень важное направление, особенно когда сейчас устремился взгляд и вообще весь приоритет 21 века, это Дальний Восток, то есть Арктика, Дальний Восток. Поэтому там мы переговорили, в том числе и с помощником Чернышенко, зампредседателя правительства. Там есть сложность, когда слово «Россия» включается в название некоммерческой организации, то вступает в силу 809 распоряжения. То есть это либо прямое распоряжение Мишустина, то есть представителя правительства, либо это в третьих регионах России, это 30 регионов необходимо иметь представительство. Это очень сложно, этого достичь. И там были переговоры, и они действительно сказали, что первый вариант не получится. То есть прямое распоряжение Мишустина, ассоциации такого невозможно сделать. И вроде это тоже мелочи, но это действительно быстрее помогает организовать такие важные аспекты для Российской Федерации. Потому что обращение в Минюст, мы там подавали, они отвечают в течение 60 рабочих дней. Это очень долгие процессы, поэтому я думаю, что вот эта инициатива, она дальше продолжится совместно как раз с нашими коллегами в федеральном органах власти. И мы добьемся и создадим эту ассоциацию. Штаб-квартира в городе Якутске, как крупный городом на вечной мерзлоте. Второй вопрос касательно... Ну, кстати, да, на Конгресс я был приглашен в рамках лидеров России от РЭК-наука, как финалист. Потому что по возрасту я уже выхожу, советовал их учен. Поэтому если раньше мы формировали, то сейчас это уже такой чисто сам Росконгресс решает. По поддержке, какая мера поддержки? Конечно, есть у нас 10 грантов главы. Это полмиллиона рублей. Это тоже в заявительном порядке. Любой аспирант, молодой исследователь до 35 лет может подать и выиграть его. Конечно, 500 тысяч по сравнению с 7 миллионами РНФ, это нигде не на крупные исследования. Это начало для исследователей. Это получение первичных данных. Это поиск какой-то, может, на экспедицию, полевые данные. Либо исследование, может, в музее, в библиотеке, в работе, ну и так далее. Также апробация данных. Обязательно нужна наука. Не бывает региональной. Обычно путают региональная наука. Наука не бывает, не может вариться в собственном соку. Поэтому необходима всегда какая-то коллаборация с ведущими научными школами. И выезды молодых исследователей, они очень важны. Они апробируют свои знания, чтобы эксперты, ведущие ученые сказали, задали им вопрос. И сказали, вы немножко, если в эту сторону пойдете, направление вот это открыто, там у вас получится хорошая диссертация. То есть это апробация работы научных исследований, это очень важно. И касательно переходя уже у нас, да, флагманская поддержка в научной фонде, научно-образовательный фонд поддержки молодых ученых республики, это академическая мобильность. Потому что 10 грантов главы — это 10 счастливчиков, а ученых у нас молодых более тысячи человек, включая в университетах, там научно-исследовательские институты, ирановские. Поэтому мы в заявительном порядке в виде конкурса тоже проводим. Открываем ее в начале года. Люди подают, допустим, если у нее в сентябре конференция, к которой он должен поехать. Так называемая академическая мобильность поддерживает. И там до 80 тысяч рублей. В первую очередь, конечно, мы поддерживаем защиту диссертации. Допустим, если человеку сложно, ну, в смысле, нужно поехать в Москву или в Красноярск на защиту диссертации, конечно, это в первую очередь финансовые затраты. И молодые исследователи. Вообще средства, если взять молодого ученого, это семьянин с одним ребенком, ему надо содержать семью, никто не отменял все наши жизненные потребности. Поэтому, и тем не менее, ему надо еще заниматься наукой. Поэтому оплата, особенно в фото, в основном затрачен именно на заработную плату. Сегодня заниматься наукой довольно не просто интересно стало, но и престижно стало, особенно когда в 2018 году президент нашей страны подписал такой фундаментальный указ, где средняя заработная плата научных сотрудников должна быть 200% от экономики. Поэтому наука становится привлекательной. И вот, Иван Иванович, Вы сказали, какая поддержка это от региона, какая поддержка от Вашего фонда, который Вы возглавляете. Это тоже немаловажно. Надо сказать еще один важный момент, что не каждый субъект Российской Федерации имеет меры поддержки от региона. И в этом плане наша республика, принципиальная позиция главы республики, правительство нашего регионального министерства поддерживает науки, в том числе Академии наук. Это механизм поддержки. Наша Академия наук была создана первым президентом нашей республики для того, чтобы сохранить тот научный потенциал сложнейшие 90-е годы. И сегодня мы видим, что благодаря Академии наук мы сохранили этот потенциал. Все научные институты. В 93-м и 94-м году Академия наук регион взял их к себе, между прочим. Это Институт северного луговодства, это Институт гуманитарных исследований, создал Институт проблем нефти и газа, Институт здоровья, который сегодня Якутский научный комплексный, Якутский институт комплексных медицинских проблем. Это республика создавала, это большой механизм, это Якутский. Меня еще поразила цифра, что более тысячи молодых ученых у нас есть в городе Якутск. Поэтому город Якутск имеет полноправно называться научным таким центром. Тысячи молодых людей занимаются разными видами научных исследований. Это ведь здорово. Вот в нашем университете, да, федеральном, подскажите, как вы занимаетесь тем, что привлекать больше людей, молодежь в науку? Сегодня ведь наука становится интересной, важной во всех различных аспектах. Университет в этом плане работает не только с нашими студентами, да, начиная мы уже со школьных скамей, начинаем, ну, популяризировать науку в обществе, да, и общественно, ну, зачастую вообще такие научно-популярные мероприятия, которые мы проводим, привлекают интерес школьников. Это наши будущие абитуриенты, да, которые становятся студентами. И вот в этом году мы одиннадцатый год уже проводим, ну, уже республика вся, да, университет является основным оператором Всероссийского фестиваля науки, наука 0. Да, масштабные мероприятия в Якутске проходят. Да, и очень интересно, и это детям именно, да, школьникам охват бывает очень большой. В этом году, например, мы за один день собрали более десяти человек. Тысяч? Десять тысяч человек. Десять тысяч человек, да. И мы как раз вот на конгрессе встретились с руководителем дирекции фестиваля. И, ну, они отметили, что республика ежегодно проводит на фестиваль на высоком уровне, да. И, ну, предложили, и мы договорились о том, чтобы республика, республиканская региональная площадка наша стала центральной площадкой. И, получается, мы следующего года начнем работу над тем, чтобы стать центральной площадкой Всероссийского фестиваля науки. Ну, это здорово. Здесь надо похвалить наш университет благодаря их активной позиции. И Якутский научный центр, конечно, это все координирует наше министерство. Михаил Юрьевич присяжный ежегодно собирает всех. И вот это уникальная площадка, когда дети знакомятся реально с учеными, их изобретениями. Это мощная такая пропагандистская, так скажем, в области науки привлечение внимания детей. Это прекрасно, здорово. Мы говорим о науке, о республике, как у нас в городе Якутске развивается наука, чем занимаются науки. И мы вот первую часть, прежде чем уйдем на рекламную паузу, посвятили третьему конгрессу молодых ученых с международным участием, в котором ученые нашей республики принимали участие. Оставайтесь с нами, мы работаем в прямом эфире. Скоро вернемся и будем говорить о науке в нашем городе. Сердечно приветствуем вас со студии программы «Якутск сегодня». С вами снова столица нашей республики, город Якутск. Мы работаем в прямом эфире. Можете звонить, задавать вопросы. Наш телефонный номер 32 00 66 и 32 11 66 в студии Юрий Семенов. Режиссер Мария Сунхалырова, редактор Николай Слепцов-Айдын. И мы сегодня говорим о молодых ученых, о молодом якутске, о научном якутске. И я напомню нашим телерадиослушателям, что сегодня у нас в гостях Варвара Васильевна Филиппова, кандидат филологических наук, руководитель отдела энциклопедистики Академии наук Республик Саха-Якутия. Кондакова Саяна Васильевна, ведущий специалист информационно-аналитического отдела Департамента науки и инноваций Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича-Мосова и Христофоров Иван Иванович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Павла Ивановича Мельникова, Сибирского отделения Российской академии наук, председатель Совета молодых ученых Республик Саха-Якутия. Надо еще напомнить, что именно Институт мерзлотоведения – это один из немногих, единственный в России институт, который занимается такими большими фундаментальными вопросами изучения мерзлоты, мерзлотоведения, строительства и так далее, в таких наших сложнейших природно-климатических условиях. Мы с вами говорили о третьем конгрессе, и вот Саяна Васильевна затронула очень интересный вопрос, я не могу не об этом сказать. Вот я, общаясь со многими субъектами Российской Федерации, могу сказать, что именно наш университет, наш Якутский научный центр, наша Академия наук Республики, институты, ученые в Якутии так хорошо занимаются именно со школьниками. Это благодаря научно-социальной программе «Шаг в будущее», которую в свое время первый академик из народа Саха Владимир Петрович запустил. То есть не везде ученые приходят в школу, не везде они работают, занимаются. Вот университет, почему столь внимания уделяет именно школам? Ведь есть Евгения Саевна в свое время и создала еще университетский округ. Расскажите немножко вообще в целом политику университета по привлечению таланта молодежи в колыбель нашей якутской интеллигенции. Ну, получается, школьники, да, не только города Якутска, все республики, да, у нас являются... Ну, они и есть наши будущие, которые будут поступать к нам в университет, да, будут заниматься наукой, продвигать вот на научные исследования свои идеи, не только в рамках нашей республики, но и на всей России, да. И вот проводя такие мероприятия научно-популярные, да, которые доступным языком, сами ученые общаются с детьми, помимо вот фестиваля, да, мы проводим, участвуем также в всероссийских других акциях, такие как ученые в школы, да, где ежегодно не только ученые нашего университета, а все республики, да, в этом году, например, по всей республике проводили более ста лекций научно-популярных, и, получается, они шли в школы, выступали, рассказывали детям о своих разработках, да, тем самым мы для них, для школьников, да, доступным языком рассказываем, привлекаем их внимание именно в науку. То есть это такая профориентационная работа в том числе, да? В том числе, да. Это очень важно. Варвара Васильевна, вот на Третьем Конгрессе было много внимания уделено такому движению, как Движение Первых. Расскажите вот об этом, пожалуйста. Да, прямо на нескольких площадках Движение Первых — это Федеральное общественное движение школьников, раньше оно называлось Российское движение школьников, да, и вот Движение Первых имело свою площадку. У них есть направление, называется оно «Наука», да, оно, значит, работает в рамках десятилетия науки и технологий, это инициатива, «Наука в школе» называется, да, и в нашем регионе, в Республике и по всем муниципалитетам есть региональное отделение, региональное и муниципальное. И в этом году мы, вот, Академия наук с местным движением Первых Республики Саха-Якутия заключили договор, соглашение о том, что наши ученые будут посещать школы или школьники будут приходить, да, и этот проект называется «В гостях у ученого». Мы уже провели ряд лекций, к нам в гости приходили сами дети, и также в рамках этой программы ученые наши выезжали в УЛУСы, например, в Жиганский УЛУС выезжали, да. Кстати, благодаря вот сообществу молодых ученых Республики мы нашли лекторов, лекторов. Благодарим, да, за такое содействие, да, потому что все-таки мы должны действовать в коллаборации, да. И, конечно же, наши академики выступили с лекциями и практическими занятиями для детей. Да, это очень важно. Вообще, надо опять сказать, что Якутия в этом плане опять, ну, гордимся этим. Почему об этом не сказать? Мы лидеры в этом направлении. Например, по инициативе Михаила Фимовича в 99-м году был открыт физико-математический форум «Ленский край». Это площадка, где ученые, ведущие тренера, учителя России, Якутии имели возможность общаться с детьми. Этот «Сириус» появится лишь потом, в 16-17-м годах. А у нас в 99-м году. И потом, благодаря поддержке Егора Афанасьевича Борисова, главы нашей республики, она была трансформирована, была построена научно-лабораторный корпус, Малая Академия Наук. И тоже в поддержке пропаганды науки Егор Афанасьевич принял принципиальное решение о стипендиях. 3 тысячи рублей ежемесячные дети получают стипендию, если они академики. Член-корреспонденты 2 тысячи получают. И каждый год такой большой контур. И самое главное, с каждого района нашей республики. Это очень большая вещь. Я помню, как первые стипендиаты, они копили эти деньги. Я помню, Анита из Актемского лицея Шевелева говорила, я купила себе ноутбук, чтобы проводить свои исследования, дальше пойти учиться. Это очень большая хорошая поддержка. Вот, Иван Иванович, вы много отстаиваете интересы молодых ученых, в том числе как НовМУ, фонд научно-образовательный, в том числе как председатель Совета молодых ученых. Вот в этом году очень такая хорошая инициатива. Владимир Иванович подписал о стипендиях аспирантов. Вот расскажите про это. Это очень большая поддержка, между прочим. Хорошо. Но прежде я хотел бы прокомментировать коллег, в том числе вас. Действительно, касательно электоров, у нас научно-образовательный фонд в течение 10 лет уже работает. И там у нас договор, когда подписывается на академическую мобильность, подписывается, что человек должен прочитать лекцию. То есть он обязан прочитать лекцию в школах. И поэтому, несмотря на движение первых, у нас давно уже, в течение 10 лет, очень много ездят в школах и читают лекции. Я сам тоже ни разу не отказал, когда меня приглашали в лекцию. В том числе вот уникальное место – это Ленский край. Я принимал участие в 2000 году как студент в физмат-школе. То есть я там жил. И принимал участие. Я встречался с Нобелевским лауреатом Железом Ивановичем Альфиоровым. Там тоже принимал участие. И несколько раз читал уже лекции. Будучи школьником? Нет, будучи уже ученым. Как будет недавно. Три года назад, четыре года назад. И каждый год практически читаю лекции с школьником в рамках международных индивидуальных игр и прочее. А касательно как раз стипендий, как вы говорите, конечно, аспиранты. Вообще аспирантура – это главная кузница кадров в науке. И, конечно, аспиранты – это незащищенный слой. Это начинающие ученые, и необходимо поддерживать. И вот в рамках Конгресса проходит встреча президента с молодыми учеными. Это примерно 15-20 человек. Они предлагают свои инициативы. И эта инициатива была во втором Конгрессе. Там поддержал президент и сказал, что мы это проработаем. И на этом Конгрессе, на третьем, где мы принимали участие, он объявил, что 2000 стипендий в размере 75 тысяч рублей ежемесячно на конкурсной основе. 2000 человек – это 3% аспирантов во всей России. И они будут получать 75 тысяч ежемесячно в течение года. Тоже это хорошие средства. Так что идите в аспирантуру, поступайте и участвуйте в этом конкурсе. Ну, это солидная же, это заработная плата целая. Да, я могу сказать, что из тысячи молодых исследователей 460 – это аспиранты. Поэтому аспиранты не всегда идут до конца в науку. Я могу даже практику сказать из зарубежных. На самом деле аспирантура – это повышение квалификации. И даже кандидат, когда не идет в науку, а уходит в какую-то отрасль – это высококвалифицированный кадр. Если он в отрасли другой работает, это повышение. Допустим, по статистике из 10 аспирантов 2-3, скажем, в Германии остаются в науке. Остальные уходят в отрасль. Это железные дороги, добывающие, нефть, газ и так далее. То есть аспирантура – это та площадка, скажем, или та ступень образования, которая дает тебе те незаменимые знания вообще исследовательского, так скажем, мышления. Вот про исследовательское мышление – это очень важно сказать, потому что в современном, постоянно меняющемся, изменяющемся мире высоких технологий очень важно ориентироваться в этом мире, очень важно понимать, куда что идет и как этим пользоваться. Аспирантура дает именно это мышление. Я даже скажу больше, что большое видится издалека. Вот у нас часто говорят, что фундаментальная наука, вот нам нужна прикладная наука, прям, чтобы здесь и сейчас фундаментальная наука может быть где-то в ведущих школах. Но вот, к примеру, у нас есть институт космофизики. Они плотно работают с институтом математики, с физико-техническим институтом. Многие преподают, допустим, Петухов профессор мне преподавал, я, по-моему, единственный, кто поучил у него по электродинамике пятерку, он очень строгий был. Я помню Бережко лекции, Крымского лекции и так далее. То есть здесь на самом деле от уровня преподавателя, состава, квалификации преподавательского состава, зависит уровень выпускника, студента, который пойдет потом в школу. Допустим, у нас математика, это основной предмет. И от учителя математики, который выпускается в университете, зависит многое. То есть вроде бы фундаментальная, но она дает большой потенциал, в том числе и для него университета, потому что многие научные исследователи преподают в университетах, и они дают знания. И это действительно необходимо преподавать в состав, чтобы они квалификацию повышались, чтобы наши студенты были квалифицированы. Это тоже серьезная задача, проблема. Я не говорю уже про медицину, потому что, ладно, если схемотехник там прожег схему, то ошибки в медицине это бывает серьезные. Поэтому в этом отношении уровень науки в регионе, он в том числе и держит уровень вообще специальности и прочего. Да, здесь стоит добавить, что научные школы очень важны, да, нужно развивать их, да. И вот, опять-таки, не могу не сказать, наше министерство, правительство вкладывает очень большие, так скажем, поддержку, именно поддержку научных школ республики, есть целая программа поддержка, это очень тоже важно и необходимо. И вот мы затронули тему, что вот у нас много институтов в том числе, вот надо еще раз озвучить, да, в нашей республике, кстати, одним из них, но не везде так есть, не в каждом субъекте есть университет, на минуточку сказать, да, не в каждом вузе есть высший учебный, не в каждом, не в каждом субъекте Российской Федерации есть вообще высшее учебное заведение, а у нас есть Арктический институт культуры и искусства, Северо-Восточный федеральный, Чоропчинский институт физической культуры, единственный в России в сельской местности, кстати, тоже благодаря Михаилу Фимовичу, у нас есть высшая школа музыки, что касается научных институтов, то у нас только в системе Якутского научного центра семь институтов, это институт гуманитарных институт проблем нефти и газа, это институт биологических проблем кролитозоны и так далее. Кроме этого есть два рейтинговых института самостоятельных, это институт Мерзлатоведния имени академика Мельникова, это институт геологии алмазоблагородных металлов, то есть научный потенциал республики очень большой. Здесь вот мне, нас часто критикуют, что ли, как-то так говорят, что а вот чем они занимаются, за что они получают заработную плату, вот давайте немножко тоже расскажем это нашим телерадиослушателям, что такое наука и вот чем занимаются. Здесь институт Мерзлатоведния, безусловно, занимает ведущее место Иван Иванович, очень кратко, если можно. Да, ну действительно, есть фундаментальные, есть прикладные аспекты, конечно. Фундаментальный дает эффект на 20-30 лет, прикладные это 3-5 лет. Я затронула, наверное, только часть из них, которые вот непосредственно я в том числе принимаю участие. К примеру, взять плотины. У нас есть несколько проблем, которые действительно очень важны для населения. Допустим, Тикси-1, Тикси-3 была плотина, где, значит, озеро Мелкое немножко уменьшалось и была проблема подачи питьевой воды. Наш институт принял участие по исследованию этой плотины, определили зонные фильтрации. Сейчас там, значит, изменили некоторые рекомендации, дали по проектированию и сейчас превентивные мероприятия сделаны. И сейчас, ну, это такая же проблема в депутатском. Это все связано в том числе с глобальным потеплением климата. Таких проблем все будет больше, потому что если тренды сохранятся, а у нас тренды это 3, примерно 2,5-3 градуса. А у нас телефонный звонок, да? Мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Иван Иванович, хочу такой вопрос задать. Коротко, четко, ясно. Институт сельскохозяйства вот всем у нас занимается. У нас совсем плохо сельскохозяйства подвижать. Обеспеченность 30% только для республики. Вот как, почему так? Не идет кооперация, не идет у нас заготовка, не идет у нас... Президент сказал, что стратегии нет. Вот почему ученые не подключаются к этому делу и не подают стратегии? Продовольственные программы же сейчас выше всего. Ладно космогизика, ладно там междуотрезения, а хлеб-то и мясо, и молоко-то. Прошу. Спасибо за актуальную. Иван Иванович, вы можете сказать что-нибудь про это? Я не специалист по АПК. Но я постараюсь ответить. Спасибо за вопрос, действительно очень важный. И я лично считаю, что сельхоз направление – это тоже важное направление. У нас есть институт, и если я так понял, ну, я знаю, все мы знаем, есть АГАТУ, который тоже проводит научные исследования. И у нас в республике, конечно, уделяет внимание сельхозы. Зайду издалека, то есть в том числе при встрече с президентом молодые учены, там тоже были озвучены проблемы, связанные с созданием ресурсных центров по генетическим исследованиям. Там была затронута в том числе и якутская корова. То, что это уникально, там жирность уникальна, это надо распространять, это генофонд и так далее. То есть там как раз разделено не только по каким-то важным исследованиям в области атомной энергетики, там нефти, газа, но там разбиты и по биологическим ресурсам, по сельхоз, по медицине, ну и так далее, по IT и так далее. Поэтому там вопросы, те инициативы, которые выдвигали молодые исследования, а за ними тоже стоят целые коллективы, институты, то они были поддержаны. То есть в этом направлении, конечно, работа ведется. Касательно вашего вопроса в республике. Я могу сказать, что вообще Якутский научно-сельский институт, там вы можете зайти на сайт. То есть я часто, я даже уже разволновался немножко, необходимо, прежде чем, допустим, спрашиваю, как бы возникает у человека вопрос. Но в открытом доступе есть сайт, на сайте есть отчеты, отчеты за каждый год. Мы за весь институт ответить можем, но мы четко знаем, что там большая работа ведется, в том числе по картофелеводству. Академика Хлопкова занимается, получает субсидии от республики. И вот семенной картофель она обеспечена. Я хотел сказать просто, что там направлений много. То есть есть и ветеринария, есть и там, ну, паразитология и так далее. То есть это... Ну и проблемы есть, о которых наш зритель сказал. Конечно, проблемы есть. Поэтому мы просим на это обратить внимание. У нас буквально остается полторы минуты, я каждому из вас минута буквально. Поэтому два слова о молодежи нашей республики. Пожелания. Продолжая тему научного волонтерства, я все-таки скажу, да, что нашим отделом Академии наук создается и создана, значит, энциклопедия Якутии. Вы тоже можете, призывая, значит, зайти на сайт и ознакомиться с ней. Спасибо. Саяна. Он наш университет, всегда готов к сотрудничеству. Всегда с удовольствием работаем со школами, со студентами, да, всех приглашаем. 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 Дорогие наши телерадиослушатели, мы благодарим, что вы были сегодня с нами. У нас наука есть в республике, есть в городе Якутске, очень много институтов. Если есть возможность и интересность, посмотрите на их сайты, можете общаться, работа, они всегда открытая. Занимайтесь наукой, живите наукой, пусть наука помогает нам жить. Спасибо. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok